Всем привет! Сегодня мы поговорим про интересный прицел, который стоял на пулеметах, а до этого его могли вы видеть на винтовке Мосина. Также поговорим мы про вот такие насадки на бинокль, как желтые или зеленые линзы, зачем они нужны. И в дальнейшем хотел показать, как раз сегодня мне пришла вот такая штучка, это устройство позволяет крепиться в любые палочки. И тут кнопку нажали, как только леска натягивается или нитка, срабатывает сигнализация. Про сигнализацию мы поговорим с вами в ближайшее время, когда мне придут еще несколько интересных элементов. В том числе и фотоловушка. И я вам покажу, как из обычной нитки и вот этих за 100 рублей устройств сделать неплохую сигнализацию. Итак, винтовка Мосина была оборудована вот примерно таким же прицелом, который не имеет никаких подсветок. Внутри у него нет измерительных шкал, то есть только пенечек, где вы сможете увидеть цель и поставить на этот пенечек голову немца. Маркировка у него вот такая, 1П6, это пулеметный прицел СССР, он имеет поправки по горизонтали и вертикали, но они очень странные. То есть от 0 до 10. Наверное, плохо видно вам. От 0 до 10. И внутри, то есть, во-первых, глазу очень сложно совместить его. Вот сейчас на каком-то расстоянии надо держать. Вы видите вот этот пенечек и все, больше там ничего нету. То есть, вот по этому пеньку и надо было стрелять. Выдерживает он отдачу калибра 7,62 многократную, в том числе и пулеметные очереди. Цельнометаллический корпус. Винтовка Мосина, она не имела специального крепления, как сейчас на автомате Калашникова, под прицел. Вдобавок, вот сейчас у меня поднялся затвор, да, и он упирался как раз в прицел. Поэтому, ну, здесь засверливали, шел такой, как кронштейн крепления. И снайперовские винтовки, они имели вот этот болт вниз направленный, чтобы можно было работать с прицелом. И он не ударял по прицелу при перезарядке. Собственно, прицел довольно неплохой. Почему он был очень интересен? То есть, винтовка Мосина имеет заявленные характеристики стрельбы патроном стандартным до 2 километров. Однако, уже на 300 метров, стреляя из нее, у вас цель расплывается. И по штатному прицелу попасть очень тяжело. Точно такая же беда случилась и с пулеметом Калашникова. То есть, пулемет бьет довольно далеко, а глаза у вас видят, ну, нормально, до 500 метров, грубо говоря. И вот тут вот вступает в бой вот этот прицел. Кратность у него небольшая. Как отдельную оптику его использовать неудобно, потому что вот фокусировка глаз, и вот вы видели вот эти вот луны. Когда у вас он не совсем вот так вот ровно стоит, нужно гонять, двигать головой вверх, вниз, вправо, лево. И вот видите, я уже здесь вот поймал. Сейчас вот немножко отклонение пошло. Вот так вот. Измерять расстояние цели нет. И барабанчики, они вот без щелчка передвигаются. Стопора у них я тут тоже вот не нашел. Собственно, все очень просто. И почему от него отказались? Да потому что пошли ПСУ-1, новые прицелы, которые намного интереснее, имеют ночную подсветку для стрельбы в ночное время. Этот прицел сняли с вооружения банально, потому что, я говорю, появились намного интереснее прицелы. И вот вы сейчас, наблюдая в него, видели такой солнечный зайчик. Собственно, при солнечной слепоте снежной, да, то есть когда у нас снег, туман, такой контрастность меняется. И вот мы поставили на командирский бинокль наш, да, БПЦ4 на 12 на 40, мы поставили желтые светофильтры. Давайте посмотрим результат. Да, то есть, ну вот, тут вот мы сейчас тоже поймаем луны. Все светится, да. Оп. О. Давайте я сниму светофильтры и поставлю просто на камеру вам, чтобы вы видели, как вот это все выглядит в желтом. То есть вы видите, меняется контрастность, несмотря на то, что сейчас пасмурная погода, такой какой-то солнечный позитив появляется. Вот на здании там, без него контраст, конечно, передача лучше, но глаза устают работать при таком свете. То есть зеленые, они больше со снегом хорошо идут, с ярким. Желтые при тумане, когда у вас пасмурно. То есть улучшают контрастность, потому что от сумерек ты как бы щуришься, всматриваешься. А от яркого солнца, особенно отраженного от воды, от снега у тебя тоже глаза устают. Поэтому применяют желтые и зеленые светофильтры. Довольно неплохая штука, чтобы при длительном наблюдении у вас не уставали глаза. Ну, собственно, пойдем дальше, не будем на этом зацикливаться. В ближайшее время, я говорю, я вам подготовил очень много нового интересного, особенно по бушкрафту. И мне идет беспилотник, что же очень интересно будет.